Найти среди сотни новобранцев своего сына Светлана смогла не сразу. В военной форме рядовые все как один. Но этого момента и он, и она ждали целый месяц. Месяц построений и полигонов, чтобы сегодня все как один сказали эти слова. Ура! 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 Очень, конечно, торжественно все, все волнительно. У нас это первый раз. Старший сын мой не служил в армии. А теперь мы приехали всей семьей на присягу. Большое спасибо командирам, что они за месяц из наших ребят сделали таких дисциплинированных ребят, на которых очень приятно посмотреть. Приятно посмотреть и потому, что присяга во внутренних войсках – дело более чем ответственное. Меньше чем через неделю эти парни окажутся в рядах тех, кто будет следить за порядком в городе во время Дня Независимости. Но это потом. А сейчас строчки из текста воинской присяги звучат будто по расписанию. За 15 минут – 96 раз. Для Кирилла тренировки на плацу даром не прошли. У него, как и у десятков его заслуживцев, нет права на ошибку. Ведь во внутренние войска набирают не тех, кто может, а тех, кто должен. Есть волнение, переживаем, как первый раз, как говорится. Учим, стараемся, учат нас, мы выполняем. Требуют, выполняем, не получается, собираемся вместе, все делаем вместе. Один сплоченный коллектив, друг друга, держимся и все. Этой весной в Беларуси под ружье встали около 10 тысяч человек. Министерство обороны уже который год пытается изменить принцип комплектования. Брать не количеством, а качеством. Пока получается неплохо. Командиры Новобранцеве довольны. Уже который призыв в лучшую сторону отмечается, если уместно сказать, качество призывников. Их физическое состояние и морально-психологическое состояние. Отношение к изучению военных предметов, а также, наверное, все-таки наличие волевых качеств. И это им помогает в полном объеме осваивать азы военного дела. Но я надеюсь, свои волевые качества они в последующем, уже 3 июля, проявляют на охране общественного порядка на улицах нашего города. Пока же солдаты внутренних войск готовились к внеочередной увольнительной по случаю принятия присяги. В казармы они вернутся только спустя сутки. Такой вот своеобразный подарок от командования. На городской площади чествовали новых офицеров. Выпуск военного факультета Гродненского госуниверситета — это, конечно, еще не армия. И даже не полк. Всего 39 лейтенантов. Но уже сегодня все они — будущие командиры. Те, на кого будут равняться и с кого брать пример. В ближайшее время наши выпускники пополнят ряды офицерского корпуса в соединениях воинских частях вооруженных сил и других воинских формирований. Я уверен, что они продемонстрируют высокий профессионализм, а также полученные знания, умения и навыки в стенах нашего военно-учебного заведения. Четыре года студенческой жизни на военном факультете — это будто две истории. С одной стороны, казарменный быт и армейский образ жизни. А с другой — все те же университетские аудитории, зачетные книжки и прочие атрибуты студента. Но типичный для выпускников вузов вопрос трудоустройства для них теперь не стоит. Впрочем, как и вопрос армейской службы. Ведь теперь служба для них — это больше, чем просто работа. Нам рассказывали много чего интересного. Но мы хотим это ощутить на своей, как говорится, шкуре, можно так сказать. Вот. Очень приятно было с такими офицерами хорошими учиться. Плечом плечу стоять. Очень мне понравилось. Таким образом, гродненские казармы в эти выходные пополнились и теми, кто служит, и теми, кто будет руководить этой службой. Для одних обещание защищать Родину продлится год или полтора. Но для других, скорее всего, превратится уже в профессию. А значит, надолго. Артём Новицкий, Максим Базиленко. Новости Гродно+.